Хорошо, давай поговорим о конкуренции. Ты выразил обеспокоенность, что Google и Microsoft с OpenAI разрабатывают OEE. Можешь ли ты гарантировать, что работа XAI и Tesla AI не превратится в конкурентную гонку за OEE, а станет совместной разработкой безопасного OEE? Ну я ведь уже давно настаиваю на создании какого-то регулятивного органа. В этом вопросе я как Ванга уже более 10 лет. Я думаю, мы должны быть очень осторожными в вопросе развития OEE. Это большая сила, а с большой силой приходит и большая ответственность. Я думаю, что было бы разумно, если бы у нас была объективная третья сторона, которая выполняла бы роль судьи, и которая могла бы вникать и понимать, что именно ведущие игроки делают с OEE. И даже если не будет принудительного исполнения, можно будет, по крайней мере, выразить свою озабоченность публично. Джефф Хинтон, например, ушел из Google, выражая серьезную озабоченность. Он больше не работает в Google. Так кто же теперь будет высказывать опасения? Поэтому я думаю, например, за Тесла осуществляются строгие надзоры регулирующих органов в автомобильной сфере. Я имею в виду, мы подчиняемся более чем сотне регулирующих органов внутри страны и за рубежом. Это очень много. Можно забить эту комнату нормативными актами, которым должна следовать Тесла в области автомобилестроения. То же самое касается и ракет. В настоящее время ограничивающим фактором для SpaceX при запуске звездолета является одобрение регулирующих органов. FA уже дало свое согласие, но мы ждем, пока Комитет по рыболовству и дикой природе закончит свой анализ и даст свое согласие. Вот почему я написал, что хочу купить лицензию на ловлю рыбы. Это отсылка к скетчу из Монти Пайтона. Мол, зачем тебе эта лицензия? Я не знаю. Но по правилам мне сказали, что нужна какая-то лицензия на рыбу. Нам нужна лицензия для ловли рыбы, чтобы запустить ракету. Я такой, секунду. Причем тут вообще рыба. Да. Я имею в виду, что некоторые вещи кажутся настолько абсурдными, что хочется сделать комедийный скетч, чтобы у всех подгорело. Это не выдумка. Это на самом деле так и было. Одна из проблем, с которой мы столкнулись, это то, что они беспокоились о том, что наша ракета попадет в акулу. Океан ведь очень большой. И как часто вы видите там акул? Не так уж часто. В процентном соотношении к площади поверхности океана акулы практически равны нулю. И тогда мы спросили, ну, как мы рассчитаем вероятность убийства акулы? Они ответили, что не могут дать эту информацию, потому что они беспокоятся об охоте на акул и об охотниках за акулими плавниками. И я сказал, ну, как же нам быть? Ведь у нас появилась дилемма. А они говорят, ну, есть другой отдел рыболовства и дикой природы, который может провести такой анализ. А я им, почему вы не даете им данные, мы им не доверяем. Что, простите? Это ведь в прямом смысле ваш отдел. Повторюсь, так все и было. Может, у них там соглашение о неразглашении? В конце концов, им удалось решить внутреннюю проблему, и действительно, вероятность того, что мы столкнемся с акулой, практически равна нулю. Есть еще одна организация о существовании, которой я и не подозревал, еще несколько месяцев назад. Она занимается вопросом возможностью столкновения с китом в международных водах. И опять же, посмотрите на поверхность Тихого океана и скажите, какой процент Тихого океана составляют киты? Я дал им большую фотографию, попросил показать на ней китов, а они сказали, что не видят ни одного. Это, по сути, 0%. И если наша ракета попадет в кита, что крайне маловероятно. Что ж, такова судьба. Этому киту очень не повезло. Значит, это самый невезучий кит. Хочу сказать, что это полный абсурд, это бюрократия. Для чего бы она ни возникла? Да, могу добавить. Вот еще одна вещь, которая звучит довольно дико. При запуске из Вандерберга в Калифорнии, мы должны были... Они беспокоились о размножении тюленей. Не будут ли тюлени встревожены звуковым сигналом? Из Вандерберга была запущена куча ракет, и популяция тюленей неуклонно растет. Получается, что звуки ракет — это афродизиак, если полагаться на факты, и запоставить запуски ракет с популяцией тюленей. Тем не менее, нас заставили похитить тюленя, прикрепить его к доске, надеть на него наушники и подавать в них звуковые сигналы, чтобы проверить, не расстроится ли он. Такое на самом деле было. Такое реально было. У меня есть фотографии. Я бы хотел на это посмотреть. Извини, тюлень в наушниках? Да, это тюлень в наушниках, пристегнутый к доске. Ну ладно, самое удивительное — это спокойствие тюленя. Если бы я был тюленем, то подумал бы, это конец. Они точно меня съедят. Да. Как тюлень, когда он вернется к другим своим друзьям-тюленям? Как он это объяснит? Они никогда ему не поверят. Никогда не поверят. Вот почему я говорю, что это как похищение инопланетянами и анальное зондирование. Ты возвращаешься и говоришь, «Клянусь богом, меня похитили пришельцы и воткнули анальный зонд в мою задницу». А люди говорят, «Не может быть, это же бред». Его приятели тюлени никогда не поверят ему, что его пристегнули к доске и надели наушники. А потом отпустили. Дважды, между прочим. Мы делали это дважды. Вы дважды его отпускали? Мы должны были поймать... Того же тюленя? Нет, другого. Тогда ладно. А тюлень это одобрил? Да, тюлень одобрил. Я имею в виду, что, по-моему, общественность не осознает то безумие, которое творится. Да, это абсурд. Чёртовы тюлени в чёртовых наушниках. Хочу заметить, что это хорошее воплощение абсурдности человеческой цивилизации. Тюлени и наушники. Да. Какие плюсы и минусы ты видишь в опенсорсинге ИИ? Как ещё один возможный способ борьбы с компаниями, которые гонятся за ОИИ? Чтобы запустить действительно глубокий интеллект, нужно много вычислений. Это не так, что вы включаете ПК в своём подвале и запускаете ОИИ, по крайней мере, ПК. Знаешь, Грок был обучен на 8000, а 100 работающих с максимальной эффективностью. И, кстати, Грок станет намного лучше. Мы будем каждые пару месяцев более чем удваивать наши вычислительные мощности в следующие несколько месяцев. Вышла хорошая статья о переходе от Грок 0 к Грок 1. Статья от Грока? Да. Грок просто хвастается. Выдумывает о себе всякую хрень. Просто Грок, Грок, Грок. Да. Это как странный сайт знакомств с ИИ, где он преувеличивает о себе. Нет, там есть описание. Ну, знаешь, на какой он сейчас стадии, история его развития. Где он находился в бенчмарках по сравнению с современным GPT-3 и 5? Я имею в виду, что есть нейросеть LAMA, и она на опенсорсе. Как только она обучена, вы можете посмотреть исходный код модели, для тонкой настройки и прочее. Каковы плюсы и минусы опенсорса при создании таких моделей? Я думаю, сходство в том... В смысле, есть небольшая задержка по времени. Не знаю, может, даже полгода. Думаю, в целом я за опенсорс. Ведь у меня к нему предвзятое отношение. Я имею в виду, что меня, ну знаешь, беспокоит, что OpenAI, в смысле, я был, я думаю, возможно, главным, понимаешь, инициатором OpenAI, в том смысле, что он был создан из-за дискуссий, которые я вел с Ларри Пейджем, еще когда мы были друзьями. Я приезжал к нему домой и говорил о безопасности ИИ. Ларри не волновал о безопасности ИИ, ну, по крайней мере, в то время. Как-то он назвал меня спесишистом, потому что я за людей. А я такой, слушай, Ларри, а ты в какой команде? В команде роботов? И я такой, ну ладно, в то время, когда Google приобрела DeepMind, у них было, наверное, две трети всех ресурсов ИИ. На них работало две трети исследователей в области ИИ. По сути, у них было бесконечное количество денег и вычислений. И парень, стоящий во главе, Ларри Пейдж, не волновался о безопасности и даже наорал на меня, назвав меня видовым, прочеловеческим спесишистом. Может, ты замечал, но многие люди могут менять свое мнение. Может быть, вы с Ларри Пейджем снова сможете стать друзьями? Я бы хотел снова подружиться с Ларри. И ведь, по сути, можно сказать, что мы разорвали нашу дружбу из-за OpenAI. И в частности, я думаю, что ключевым моментом было привлечение Ильи Суцкевера. Так что... Я обожаю Илью. Он гений. Илья хороший человек. Умный, с добрым сердцем. Это была ожесточенная рекрутинг-битва. Дэмис, с одной стороны, а я с другой. Мы оба пытались за вербователю. А Илья ходил туда-сюда. То собирался остаться в Google, то он собирался уйти, то опять остаться, то опять уйти. В конце концов, он согласился присоединиться к OpenAI. Это был наш самый сложный рекрутинг из всех. Но именно это стало залогом успеха OpenAI. Я также сыграл важную роль в привлечении ряда других людей. А еще обеспечил все финансирование в самом начале. Более 40 миллионов долларов. И придумал название. Open в OpenAI должно означать open source. Он задумывался как некоммерческий open source, а теперь же это коммерческий closed source. Что, на мой взгляд, не очень хорошая карма. Мы говорили о войне и о диалоге лидеров. По сути, над этим работает всего несколько человек. В смысле, на самом высоком уровне. Я надеюсь, ты возродишь дружеские отношения в этой сфере. Как я уже сказал, я бы снова хотел подружиться с Ларри. Я не видел его уже сто лет. А мы очень долго были друзьями. Я познакомился с Ларри до того, как он получил финансирование от Google. Хотя, я думаю, сначала он получил венчурное финансирование. По-моему, он получил первые 100 тысяч от компании Bechtel. Довольно дико, если подумать о том, что случилось. И вы знакомы все это время. Почти 20 лет. Примерно с 98-го года. Да. Это безумие. С ума сойти, сколько всего случилось с тех пор. Да, 25 лет. Много чего случилось. Это безумие. Субтитры создавал DimaTorzok